Я сейчас буду продавать шибу Иван, чтобы начинать покрывать кредит. В деле необычная покупка, я купил доходный гараж. 94% в акциях, почти 6% в деньгах. Плачевная ситуация, льется кровь, все падает потихоньку, но ничего страшного. И вот эта картинка уже бьется с той историей, которую я имею на протяжении трех лет. Друзья, приветствую! С вами Битва инвесторов. Очередной выпуск. Уже не так много остается до окончания года и до окончания нашей битвы. Примерно у нас еще полтора месяца впереди, то есть около шести выпусков. И очень интересно посмотреть, кто же окажется победителем. Пока, конечно, крипта рвет вперед. Но это может в любой момент поменяться. Тем более сейчас интересное время. Российский фондовый рынок несколько подразвернулся. И давайте посмотрим, что у нас происходило на внешнем фоне. И потом перейдем к отчетам наших участников. Вперед! Давайте посмотрим, как у нас вели себя разные рынки. Начнем с индекса Мосбиржи. Он начал откатываться назад. Возможно, это краткосрочная коррекция. Ну, а может быть и начало серьезного падения. Некоторые об этом тоже говорят, поскольку давно его уже ждут. То есть падение достаточно уже такое заметное получилось. Вот от этой точки до вот этой точки. Дальше. Давайте посмотрим, что у нас происходило с американским рынком. Тоже небольшое падение идет. Давайте его в процентах. Но российский падает сильнее. Они уже почти сблизились, почти сравнялись с американским. Итого немецкий фондовый рынок. Он в целом идет в рост пока. Но на периоде в один год дал меньше. Ну и биткоин, конечно, дал гигантскую доходность. Но давайте посмотрим теперь более короткий период за неделю. Давайте даже сначала. Вот с начала сентября, когда начался наш проект. С начала сентября, в общем-то, все в небольшом плюсе. Но больше всего в плюсе биткоин. И, наверное, мы сейчас по нашим крипто-друзьям, крипто-участникам увидим, что такая грандиозная разница. Скорее всего, они на этом неплохо заработали. Те, кто в крипто-стратегии. Потому что вслед за биткоином, как правило, тянутся и другие валюты. Ну и за последнюю неделю посмотрим более короткий промежуток. За неделю российский фондовый рынок где-то минус полтора процента. Америка плюс 0,6. Германия где-то плюс 0,8. И биткоин плюс 2,63. Такие результаты у нас на внешнем фоне по рынкам в целом. И давайте перейдем к отчетам наших участников. Всем привет, с вами Диаз, канал Больше Золото. На этой неделе у меня вышло из стейкинга НИР и АДА. Эти два токена, которые я до этого покупал. Две монеты. Сейчас они мне простейкались в месяц. Я их заново буду рестейкать. Покажу быстренько. И плюс я сейчас буду продавать Шибу Иван, чтобы начинать покрывать кредиты. Уже ноябрь. У нас осталось уже меньше, чем 2 месяца до окончания нашего соревнования. И я постепенно буду закрывать кредиты, чтобы в случае чего можно было бы докупиться. Ну и поскольку рынок сейчас довольно дорогой, самое время начинать выплачивать маржу, фиксировать прибыль. Напомню, Шиба показала мне доход 235%, а Ван показал доход 121%. При том, что Ван я уже частично продал. То есть весь Ван у меня, который сейчас остался, это бесплатный условно Ван. Погнали. Для начала я продаю полностью всю Шибу с BUSD. Я понимаю, что это звучит странно, мол, Шиба, как, на хаях, все орут. Но самое время продавать, как по мне, вряд ли она выйдет прям в ближайшее время. А откатиться вполне может. Сейчас как только уляжется хайп, как только вот эта волна пройдет, многие ребята не успеют, как по мне. Но я, в общем, нажимаю кнопку стоп. Х2 с лишним мне хватает. Даже 3х3 с лишним мне хватает. И я продаю. Напомню, я вложил в нее 20 долларов. Сейчас продаю 65. Теперь я перекладываю НИР и АДУ снова в стейкинг. НИР. Также на 30 дней. Ну, чтобы потом, в случае чего, можно было бы добрать. А все отчеты, все доходности я их записал. Поэтому это будут уже новые доходности с учетом новых денег. В общем, допишу это даже в колонку дивидендов. И также стейк АДУ. Напомню, у меня 50.07. АДУ с учетом тех, что пришли по криптовалюте, те, что я настейкал. Именно этот объем я кладу на месяц. Там у меня просто чуть больше пришло с другой сделки по стейкингу. В общем, эти деньги я вкладываю. И теперь они тоже будут работать оставшийся месяц. Теперь продаю. Я подорожавший также в рамках битвы. Напомню, нужно в какой-то момент начинать фиксировать, чтобы потом переложиться, если что-то упадет. Поэтому я высвобождаю еще и эти деньги. Продаю 216 ванов, которые были. И это мне высвободит еще 65 долларов. И теперь я покрываю свой крайний кредит, который был под биткоин, под 120 долларов, который я брал. Которые делали все эти сделки с аваксом, с пеллом. Вот эти деньги я сейчас перекрываю, потому что они доступны, их довольно легко перекрыть. За все время пользования кредитом я заплатил 28 центов. Это, ну, 29, это практически очень мало. Заработали мы гораздо больше. Напомню, тот же спелл и авакс на данный момент принесли там уже уже около 60% доходности спелла и там что-то до 10 авакс. В общем, это покрыло с лихвой все эти расходы. В общем, перекрываю этот кредит. Таким образом, у меня сейчас остается 14 с небольшим долларов, которые я смогу куда-то направить. Убрался один такой самый наиболее опасный кредит, потому что если биткоин кто-то резко подпродаст, то он может свалиться. Ну, и высвободились потенциальные коллатеры, те активы, которые я могу заложить, чтобы взять еще денег. Вот такие у вас сделки на этой неделе. Передаю слово своим коллегам. Увидимся в следующей серии. Всем привет! У меня на этой неделе необычная покупка. Я купил доходный гараж. И, честно говоря, на фондовый рынок совсем не заходил. Занимался этой сделкой. И вот только сегодня, пятница, уже поздний вечер, зашел посмотреть, что там у меня произошло. Сработал один стоп-сигнал. Продалась компания Delta Airlines. И на прошлой неделе, после уже того, как я записал видео для битвы инвесторов, я купил еще две компании. И после того, как я записал это вводное видео, я продал компанию Realty Income, потому что у них сегодня корпоративное действие. после закрытия торговой сессии произойдет то самое начисление халявных акций. Тем, кто владеет этими акциями, кратно 10 штукам. За каждые 10 штук будет начислена одна новая компания. И обычно после этих начислений стоимость основной компании падает. Поэтому я решил ее зафиксировать. И итоговая прибыль по ней составила почти 7%. А, кстати, компания Delta Airlines, которую я продал по стопам, почти 9% чистой прибыли мне принесла. Ну и давайте покажу, что я купил. В прошлую пятницу компания Desifera. Это снова фармацевтика. Сверхрискованная, потому что я ее увидел в падениях дня. Она упала на 70% за день. Вот посмотрите график. И, ну, понятно, да, вот здесь там в нижней точке я ее взял. На что я надеюсь? Естественно, на отскок какой-то кратный. Но так как это сверхриск, я взял всего одну штучку на 9 долларов. Ну и вторая компания, это компания Gazprom. О ней, в принципе, я говорить особо, ну, вообще, наверное, ничего не буду. Мало что нового можно сказать. Я думаю, все все понимают, зачем я ее купил и почему. Но, как обычно, по закону уже подлости, который со мной срабатывает регулярно в битве инвесторов, все те компании, которые я приобретаю, дешевеют. И пока что мы видим, что и эти компании, и те компании, которые я брал вот здесь на прошлой неделе, показывают только минус. Несмотря на то, что я закрываю успешные сделки, мой портфель все еще в минусе. И Тинькофф на данную минуту говорит о том, что мой баланс составляет 99 797 рублей. И я на 0,2% в минусе закрываю эту неделю. Добрый день. Итак, что изменилось в моем портфеле? У меня остались следующие акции. Первое. HelloFresh. Как мы и видим, за неделю она прибавила почти 2%. Незначительно. Однако, должна сразу оговориться, что при продаже любой акции я должна заплатить налог в размере 25% с прибыли. Плюс социальный взнос. И это меня, конечно же, останавливает. Второе. Infineon. В моем портфеле пока в плюсе. А за неделю минус 0,46. Fladex DeGiro. Вообще был в просадке минус 6,21% за неделю. Мои акции были минус 40 евро. И на данный момент минус 2,20 евро. Пока оставлю эту акцию. В принципе, она мне очень нравится. И я думаю, что у нее есть потенциал. Daimler. За неделю практически не прибавил. Плюс 0,68. Но он стабилен. В моем портфеле он плюс 28 евро 70. А Autogrupp тоже в большом минусе. Минус 4,29%. Что я сделала? Я продала вербию. Так как акция начала стремительно падать. И я решила продать, чтобы не потерять деньги. Была показана отчетность за третий квартал. И она разочаровала инвесторов. Произошла распродажа. Акция упала на 12%. А это означает, что после рекордного роста происходит крупномасштабная фиксация прибыли. Наверное, если бы не этот проект, я бы все же оставила эту акцию в портфеле. S&T продала, так как он был все время в минусе. Всем желаю прекрасного дня, хороших инвестиций и безопасных, естественно, тоже. Всего хорошего. Привет, инвесторы. Давайте посмотрим, что произошло с портфелем за неделю. Покупок и продаж не было. Начал восстанавливаться алюминий после небольшой коррекции. И акции N+, вышли в плюс. После длительной коррекции и возрастания инфляционных рисков, начало дорожать золото. И компании Полюзолото и Полиметалл начали расти. На неделю отчиталась компания Unity Software. Отчиталась хорошо. Выручка превзошла ожидания. Также были повышены прогнозы по выручке на следующий год. Но основным драйвером роста здесь стало приобретение компании Питера Джексона. Вета Диджитал. Компания занимается визуализацией спецэффектов в киноиндустрии. Например, Васселин Колец. Эту компанию неоднократно упоминает также Марк Сукерберг в рамках создания новой концепции компании Мета и создания Метавселенных. Также отчиталась компания Roblox. Отчиталась хорошо. Выручка превзошла в два раза ожидания. И цена на акции доходила до 110 долларов в моменте. Сейчас немного скорректировалось. У компании все хорошо. Она продолжает экспансию в другие станции. В аудитории у нее также дети зарабатывают прежнему на комиссии с внутренней валютой. Из рисков здесь можно выделить только, что пользователям будут неоднозначно оценены обновления, которые выйдут, скорее всего, следующей весной. Там будет изменяться визуализация. Компания IvoTech, которая была приобретена на прошлой неделе, в момент был выбран удачный. Сейчас она плюсует на 6,5%. Компания ICLR под тикером, это компания ICON, плюсует всего на 1%. После длительного трендового роста компания с начала года превзошла по доходности индекс S&P 500, выросла на 44%, а S&P 500 вырос всего на 23,5%. В связи с чем связано снижение темпов роста. Отчет у компании за третий квартал вышел хороший. Выручка превзошла ожидания. Компания повысила прогноз по выручке до конца года. Не на много, на полтора процента, но тем не менее. Но здесь основные опасения у инвесторов вызывают то, что на следующем году у компании будет существенное снижение выручки за счет того, что исследования COVID-19 подходят к концу. На что генеральный директор компании сказал, что доля выручки исследований COVID-19 составляет всего лишь 5-7%. И кроме того, он не ожидает снижения темпов и количества исследований как минимум в ближайшие 2 года. Кроме того, компания запартнерилась с большой биофарм-компанией, с которой они называют Pfizer или BioNTech. И предоставляют ей свою платформу для проведения исследований. Сейчас мой портфель плюсует на 9-10%. К концу дня может быть изменится. Но на него оказывает влияние курсовая разница. То есть большое количество в моем портфеле акций находится в валюте, порядка 70%. И валюта сейчас снижается, но при ослаблении рубля, там из-за инфляционных рисков, либо снижение нефти, будет только укрепляться. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе. А в моей пассивной и самой спокойной стратегии все без существенных изменений. Плюс 3 с небольшим процента. Примерно поровну дали российские акции и столько же американские акции. Всем привет. Напомню, что на прошлой неделе я не покупал никаких акций, я только завел стандартные 5000 рублей. Что произошло сегодня? Я также пополнил брокерский счет за эту неделю на 5000 рублей и приобрел ряд компаний. На текущий момент ситуация на рынке складывается таким образом, что именно за сегодня все позиции мои в красной зоне. Если смотреть накопительным итогом за весь период времени, то, конечно, есть плюсовые позиции, есть минусовые позиции. Но именно сегодня красный день календаря, скажем так, на фондовом рынке. Соответственно, я сделал несколько дозакупок, но не на всю котлету, не на полную сумму. То есть сегодня стандартно пополнил на 5000 рублей. Приобрел акции компании Магнитогорского металлургического комбинации, Аэрофлота и Газпрома. Позиции ММК и Аэрофлота находятся для меня в отрицательной позиции, в минусе. Соответственно, я их покупаю с целью того, чтобы заработать больше, когда акции восстановятся. Некий сигнализатор, что акция ушла ниже предыдущей стоимости покупки. Газпром находится в плюсе. Благодаря тому, что на прошлой неделе я не покупал, вот видите, в пополнении было 3 ноября 5000 рублей. Мне удалось сформировать сумму большую для приобретения. Соответственно, на текущий момент я все равно не стал тратить всю сумму, и у меня остается для следующей недели еще 4300 рублей на покупки. Также пополню на 5000 и на 9300, исходя из ситуации той недели, буду докупать активы. Давайте пройдемся по портфелю. Если посмотреть в целом ситуацию, то пополнение было на 75 тысяч, то есть на сегодня в плюсе вот на 307 рублей на сейчас. Ситуация по сравнению с прошлой неделей стала немножечко хуже. Аналитика. 94% в акциях, почти 6% в деньгах. Компании также 15, но исходя из той ребалансировки активов, которые были куплены, на текущий момент лидирующую позицию занимает Газпром, Северсталь и Новолипецкий металлургический комбинат. Также Аэрофлот, ММК. Вы видите, что в среднем они подтягиваются ближе к 9%. По ряду позиций я их выравниваю примерно в одну сумму, чтобы на 6 тысяч рублей было куплено акции примерно. Но есть компании, которые я не планирую наращивать. То есть, например, Казань, Орксинтез, я не планирую его увеличивать в позицию. По отраслям ничего не менялось. Соответственно, единственное, что, может быть, балансировка произошла по сырьевой и энергетике, но это не точно. Все в рублях, никакой валюты. Соответственно, динамика портфеля по статистике Тинькова отражает отрицательную доходность. Хотя фактически, если по деньгам посмотреть, то сумма превышает, сумма пополнения. Будем следить за ситуацией на рынке, что будет происходить, что буду покупать на следующей неделе. Пока записывал это видео, видите, еще 50 рублей прибавилось. Поэтому инвестиции именно в бизнес через покупку доли, я считаю, что это залог успеха на длинном горизонте времени. Всем успешных инвестиций. Передаю слово коллегам. Коллеги, приветствую. На связи снова Алексей Чудик. И сегодня я вам расскажу о том, какие закупки у меня были на прошлой неделе. Пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить о том, что все мои действия не являются какой-то инвестиционной рекомендацией. Все, что я делаю, это рисковая история, и я осознаю, какие после этого могут быть последствия. Либо хорошие, либо не очень. Рассмотрим актив Торн. Торнадо Кэш. Сейчас мы видим на рынке достаточно плачевную ситуацию. Льется кровь, все падает потихоньку. Но ничего страшного. На данный момент этот актив составляет по цене 52,09. Здесь, в принципе, я думаю, более-менее сейчас актив равен той цене, по которой я его закупал. Компания, вернее, актив Альпака. Такой же процесс происходит и у нее. Но, к сожалению, она падает чуть сильнее, чем все остальные на данный момент. И сейчас я вижу, что Альпака у нас находится по цене чуть ниже даже моих закупок. Но ничего, можно, в принципе, не в рамках проекта, а вообще усредниться. И все-таки Альпака, считаю, перспективной до сих пор. Но посмотрим, что из этого получится. Актив Полз – это тот самый актив, который позволяет мне участвовать в размещении новых компаний на ресурсе Полка Старкер. Об этом я прямо сейчас расскажу, что происходит именно с этим ресурсом. Этот актив, в принципе, он на чуть выше уровня, чем я его закупал. Но все-таки я вижу, что здесь тоже происходит некий спад. Что же происходит у меня с размещениями? К сожалению, в очередной раз мне не повезло, и у меня не случилось авокации. Но есть уже следующий проект, на котором я зарегистрировался и все-таки жду. Выигрывает тот, кто ждет. По этому проекту пока все. То есть сам криптоактив растет отдельно, криптовалюта. В проекте участвуем, надеемся на победу. В общем, работаем. Активматик повторяет, в принципе, график всех предыдущих активов. То есть проливается вниз и уходит немножко в сторонку, в боковик. На данный момент 1.69. Его цена, в принципе, насколько я помню, она вот примерно того же уровня, что и при закупке. Проект Curify с его токеном UFI. Мы вкладываем его снова в стейкинг. 10 ноября он начался. 11 декабря закончится. Это 57% годовых. И вот уже есть небольшая награда 12 центов. Это будет в токенах Ultra. Это тот же токен, что и был в прошлом выпуске. Он стоит совсем недорого, но все может вырасти. Актив Dinoswap тоже есть 5% падения. Вот по цене 0.22 примерно. Такой печальный график. Но сегодня весь рынок падает. Это не исключение. Кто-то падает больше, кто-то меньше. BNB. То же самое. Вот та же самая история, что и весь рынок повторяется. То есть есть там пролив и вот уход в боковик. 616 долларов сейчас за BNB. Но в принципе с учетом тех цифр, когда я покупал, я нахожусь там по-прежнему в плюсе именно по этому. Вот опять же токен Ultra. Цена, он падает сейчас на 7%. Это тот токен, который мне начислили за то, что я фармил этот токен вместе с токеном U5. И мне начислили там какое-то дикое количество этого вот токена Ultra, который стоит 0 целых, много-много нулей и так далее вот центов. Ну, все, все бывает. Проект ATM Group Mars тоже падает 0.69 на данный момент. Здесь у меня стейкинг под 8% годовых. Ну, посмотрим. В рамках нашего эксперимента у меня нет биткоина, но он есть в принципе вообще в портфеле у меня, в моем личном. И просто хотел показать очень схожую динамику по всем активам, которые были до этого. Вот прям очень-очень похожая история. То есть падает биткоин и за ним, соответственно, ну, те активы, которые у меня сейчас. Хочу напомнить, что есть таблица, каждый из участников ведет некий отчет. Эта таблица в режиме онлайн находится под видео. И вы можете всегда зайти и посмотреть динамику, которая происходила вот с начала нашего прекрасного, нашей прекрасной битвы. На данный момент еще цифры не обновлены. Это все за прошлую неделю. Но я думаю, что в моем случае динамика не будет такой прекрасной, как в прошлой неделе. Ну, посмотрим. А также хочу напомнить, что здесь у меня еще остается некий запас именно в долларах 167 почти долларов. У меня лежат в резерве. Я их придерживаю для своих отдельных стратегий. На сегодня это все. И пользуясь случаем, хочу пожелать вам удачных, а главное, безопасных инвестиций. Всем привет! Очередная неделя будет завершена. Что ж, давайте подведем итоги. Наш портфель торгуется в хорошем плюсе. Здесь вы можете видеть все позиции, которые у нас находятся в портфеле. Ну, а в частности, последние IPO, которые вышли достаточно удачно. Это была компания под тикером EXIFI, которая сейчас растет на 7,7% относительно цены размещения. И компания Riven, которая сейчас растет на 66% от цены размещения. Размещения этой недели были очень удачные. На них вы заработали 500 долларов и, соответственно, 147 долларов. То есть порядка 650 долларов только за прошлую неделю. Теперь давайте посмотрим, как же мы подавались на этой неделе. Перед вами аналитика по компании Riven. Как видно, достаточно высокая локация прогнозировала. В частности, высокие хвосты в районе 90% локации. И очень высокий столбик в районе 45% локации. То есть, в принципе, можно было получить очень высокую локацию. Слава богу, она была не такой высокая, но, тем не менее, достаточно высокая. Так же сказать, стоит отметить, что достаточно высокие вероятности заходности были на IPO. Но ввиду высокой потенциальной локации, мы разместили лишь 30% свободных средств в этой IPO. Оставшиеся в 70% мы подали в компанию EXIFI, у которой вероятности крайне низкие были. Ну, на самом деле, так и произошло. Подготовили для вас немного аналитики. Ведь пошло уже более двух месяцев с момента начала битвы. И можно прогреть каких-то промежуточных итогов. Здесь вы видите, что доходные стратегии немножко обгоняют доходные стратегии S&P в рублях. И, соответственно, просадка по стратегии меньше, чем просадка в S&P. Также давайте посмотрим на распределение капитала между различными классами активов. Как видно, что у нас в IPO чуть больше 20%, примерно 15% в бумагах Freedom. И все остальное в так называемом ликвидном портфеле, в котором напомнился в облигации. Целевая картинка – это порядка 50% в бумагах IPO. То есть сейчас мы лишь на 40% вышли на целевую пиковую мощность нашего портфеля. И текущая загрузка примерно в 2,5 раза ниже целевой. Что это для нас означает? Что если бы мы сейчас были на полной мощности, то наша прибыль была бы 45%, а, соответственно, порядка 13%. Ну, а просадка не полпроцента, а порядка 1,2,1,4%. И по просадке мы были бы похожи с S&P, может быть, чуть-чуть поменьше, а подоходности значительно бы опережали. И вот эта картинка уже бьется с той историей, которую я имею на протяжении трех лет. Для нас это означает, что стратегия ведется ровно так, как и должна себя вести. Ну, а мы продолжаем наш инновационный эксперимент. Увидимся на следующей неделе. Всем пока! Это был очередной выпуск «Битвы инвесторов». Следите за следующими выпусками, пишите в комментариях, за кого болеете и в кого верите, в чью стратегию, и, как вы считаете, поменяются ли еще места до окончания битвы, которая произойдет у нас в конце декабря. Или все так и останется, и крипта будет на коне. Пишите ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!